Доброе утро, уважаемые читатели Кактус-Медиа! Сегодня в нашей студии врач-нейрохирург, основатель и главный врач клиники Шашкин Клиник Шашкин Чингис Сакаевич. Добрый день! Здравствуйте, Джамиля! Сегодня мы поговорим о болезнях, которые до последнего времени, я думала, не подаются лечению. Изучая вашу внушительную биографию, я так поняла, что вы долгое время работали в больницах Астаны и с 2018 года, переехав в Алматы, вы открыли клинику, Шашкин Клиник. Я так поняла, вы занимаетесь лечением таких болезней, как болезнь Паркинсона и дистония. На самом деле их можно вылечить? Здравствуйте! Да, Джамиля, на самом деле эти болезни поддаются лечению. Конечно, мы не говорим о полном излечении от этой болезни, но в наших силах провести такое лечение, после которого пациенты будут себя чувствовать значительно лучше, улучшится качество жизни, они могут быть самостоятельными, обслуживать себя и чувствовать себя, как обыкновенные люди. На самом деле болезнь Паркинсона, в частности, дистония, это не фатальные болезни. От них люди не умирают, просто теряют качество жизни. Они нарушаются, у них движение, они трясутся, и это, конечно, вызывает очень большой дискомфорт. И, конечно, люди просто замыкаются в себе, не хотят показываться на людях, социальная жизнь у них заканчивается. Наша задача врачей, функциональных нейрохирургов, которыми я являюсь, это помочь именно сделать такое лечение, чтобы пациенты вернулись в своей нормальной жизни, чувствовали себя физически хорошо и ментально, морально хорошо. На самом деле опыт работы в Национальном центре нейрохирургии позволил мне изучить эту специальность довольно хорошо. Уже около 10 лет я занимаюсь диагностикой, лечением болезни Паркинсона и дистонии, других двигательных расстройств, больше в плане нейрохирургического лечения. Мы проводим специальные операции, которые позволяют вернуть им прежнее состояние пациентам и при условии, что они будут постоянно наблюдаться у врача, жить нормальной жизнью. А вот эти самые операции, они опасны для здоровья и будущего в последующем? На самом деле те операции, которые я провожу при болезни Паркинсона, они являются малоинвазивными. Мы не делаем там больших трепанаций черепа, там не льется леками кровь и так далее. Все это делается очень минимально инвазивно, то есть через маленькие разрезы проводятся маленькие трефинации, то есть маленькие отверстия производятся в черепе, через которые имплантируются электроды. И это мы даже делаем под местной анестезией, мы не делаем наркозией, потому что пациенты чувствуют себя довольно комфортно. Но нам нужно для того, чтобы во время операции контролировать состояние пациента. Мы во время операции сразу проводим клиническое тестирование, как работает система. И это видно, конечно же, сразу объективно, то есть пропадает тремор, уходит скованность, замедленность движений. Мы это все тестируем. Во время операции работает целая команда врачей. Здесь не только я занимаюсь, здесь у меня и мой помощник, ассистент, невролог, паркинсонолог, который проводит тестирование, мы проводим тестовую стимуляцию, так называемую, которая позволяет выявить эффекты этого лечения для конкретного пациента. Но самое главное, конечно, это отбор пациентов. До операции мы их хорошенько обследуем, определяем медицинские показания к операциям. И после того, как мы полностью обследуем, проводим еще и магнитно-резонансовый томографию высокого разрешения, которая позволяет нам минимально инвазивно с помощью специального оборудования. Это стереотоксическое оборудование, специальное нейрохирургическое оборудование, которое позволяет нам точностью до полумиллиметра имплантировать электроды в определенной точке головного мозга. А вы можете нам рассказать какой-то конкретный случай, который вам запомнился? Да, у нас, вы знаете, каждый случай у нас индивидуальный такой. Ну вот конкретный случай, кстати, это пациент с Кыргызстана. Я оперировал, значит, с болезнью Паркинсона. Он приехал с города Ож с тяжелым течением болезни Паркинсона, с тремором. И после того, как мы его обследовали, мы приняли решение, что нужно оперировать. Мы привезли пациента в Алмату, провели операцию. И пациенту очень хорошо помогла эта операция, но остался небо тремор. Все-таки остался тремор. И для того, чтобы улучшить его состояние еще, потому что стимуляция, конечно, очень хорошо помогает снять больше замедленность, скованность движений. Тремор тяжело лечить вообще с помощью стимуляции. Мы провели еще таламотомию, тоже малоинвазивная операция такая на другом участке головного мозга, где мы прижигаем маленькие участки, значит, таламуса, такое образование головного мозга, которое отвечает за тремор. И у пациента полностью все прошло. То есть можно совмещать эти операции. Это тоже стереотетическое и нейрохирургическое вмешательство, которые позволяют нам, если где-то что-то не хватает, мы можем дополнять друг другом. И это очень хорошо помогает. Также у меня была пациентка, которая сперва делала таламотомию давно в Москве, а потом она приехала, все равно остались симптомы, и мы с помощью стимулятора полностью все убрали. Это действительно технология, которая позволяет даже в сочетании с применением этих методик добиться очень хорошего эффекта. Но после проведения операции вы как-то же обследуете их, дополнительно ведете пациентов? Конечно. Здесь важное условие. После операции, конечно, наблюдение у нас врачей. Почему выгодно все-таки делать такие операции поближе к дому? Потому что все равно нужно первый год требуется до четырех плановых визитов к врачу. То есть надо проверить настройки стимулятора, первичное программирование, потом контролировать, чтобы не было никаких хирургических осложнений, еще что-то. Потому что это все-таки народное тело имплантируется в организм человека. И нужно требуется наблюдение врача, который имплантировал имена. Для этого мы используем и очные консультации. Для этого, например, для моих кыргызстанских пациентов я приезжаю сюда постоянно, смотрю, значит, они ко мне приходят, я их контролирую. И также нам позволяет сейчас это делать на расстоянии онлайн. То есть наше оборудование, которое позволяет через интернет проводить настройки и видеть пациента в реальном времени, в реал-тайм, и контролировать его состояние после настроек. Это тоже возможно это сделать. И вот мы в сотрудничестве с клиникой Веданты, где я сейчас принимаю здесь, в Бишкеке, мы установили там это оборудование. И мы, в принципе, можем, если в срочных случаях, когда меня, например, нет в Бишкеке, мы можем подключиться. У нас есть доктора здесь, которые могут это все организовать. Подключиться, и мы, сидя в Алма-Ате, мы можем программировать пациента, который находится здесь, в Бишкеке. И не надо пациенту выезжать в Алма-Ату, приезжать к нам, либо куда-то в другое место. Все на месте, никуда не надо выезжать. И это очень важно, потому что, как правило, эти пациенты не привыкли двигаться. Это пожилые люди, которым сложно переносить там дорогу и так далее. Поэтому это очень удобно. И этого мы добились, это мы сейчас делаем. А скажите, противопоказания какие-то для проведения операции есть? Противопоказания есть, да. Конечно, мы не берем пациентов с какими-то тяжелыми психическими, например, нарушениями, ментальными нарушениями, деменцией. Возраст старше 70 лет уже сложновато их оперировать, им сложно переносить операции. Поэтому этот вопрос лучше решать, конечно, до 70 лет. И также, конечно, если есть наличие каких-то соматических заболеваний, там, высокая гипертония, там, сахарный диабет и так далее, которые просто соматически усложняют проведение самой операции. А так, в принципе, методика очень довольно такая, достаточно приспособительная, можно так сказать. То есть пациенту можно любому подобрать, какую именно методику применить. И если имеется, значит, хорошее здоровье, ну, в принципе, такое относительно хорошее здоровье, то они довольно просто переносят операцию, легко переносят. Нету каких-то сложных, значит, выходов из операции, нету летальности абсолютно никогда. Пациенты наши не лежат в реанимациях, там, не в тяжелом состоянии, у них нет каких-то таких сложностей. Максимально, что может случиться, это какое-то нарушение, заживление ран, которое мы, в принципе, решаем с помощью перевязок, там, переустановки стимуляторов и так далее. Ну, наверняка к вам обращаются уже, когда симптомы болезни явно выражены. А как-то вот предотвратить это можно, на начальных стадиях как-то эти симптомы болезни? Да, вы знаете, наша задача, конечно, выявить эту болезнь на ранних стадиях. И имеются ряд симптомов, на которые мы обращаем внимание, такие как нарушение сна, там, нарушение обоняния. Ну, сейчас это уже из-за ковида, конечно, многое изменилось. Но в классике мы смотрим нарушения, значит, перчеварения, работы кишечника и так далее. Но в целом, конечно, к нам пациенты обращаются уже тогда, когда появились двигательные расстройства. То есть это тремор, либо дрожь в руках, в конечностях, либо это уже нарушение походки, какие-то движения, мозгообразное лицо, какие-то замедленность разворотов или тяжело переворачиваться в постели. И когда мы выявляем эти симптомы на ранних стадиях болезни, мы стараемся, конечно, как можно дольше продлить это состояние. Все-таки оно легче переносится пациенту. Для этого мы применяем консервативные методики. Но прежде всего в нашей клинике, а наша клиника именно специализируется на лечении болезни Партинсона и других двигательных расстройствах, мы проводим специальные курсы на реабилитации, подбираем препараты медикаментозные, чтобы улучшить состояние. Ну и, конечно, имеется психологическая поддержка таких пациентов, потому что принять такую тяжелую болезнь – это уже половина успеха лечения этой болезни, потому что многие не принимают, считают, что это невозможно заболеть, они могут таким заболеть. Но, к сожалению, люди заболевают. И сейчас мы отмечаем, что заболеваемость растет. Это может быть связано и с этим бурным темпом жизни, с большим количеством стрессов. Также вот эта пандемия повлияла на развитие этих болезней. И действительно, мы видим сейчас большое количество таких пациентов. А вы статистику в Крылосстане изучали? Тоже, да, она растет? Вы знаете, мы занимаемся научными разработками, и мы стараемся эпидемиологические данные подсчитывать. Но в целом в Кыргызстане мы еще не проводили таких исследований. В Казахстане мы начинаем проводить более тщательные казахстанские исследования. Но если примерять, значит, экстраполировать в мировую статистику, ну, по крайней мере, наших соседей, то встречаемость такого заболевания, как болезнь Паркинсона, в наших странах где-то 140 на 100 тысяч населения. То есть в Казахстане, например, с населением 20, ой, 19 миллионов населения, человек, мы встречаем около 27-30 тысяч человек с такой болезнью. То есть это большое количество, это очень много таких пациентов. Ну, то есть это разные стадии болезни, от начальной до конечной, там, пятой стадии. А курируемые такие, которые действительно требуют активного лечения врачей, это, конечно, первая, вторая, третья стадия, которые самые длинные стадии, на этом этапе мы можем очень хорошо помогать нашим пациентам. То есть если примерно экстраполировать, там, например, на Кыргызстан, такую же статистику, то порядка, наверное, 6-7 тысяч человек, может, даже больше даже болеют в Кыргызстане, таких пациентов есть. Ну, наверняка растет и обращаемость пациентов, да, в вашей клинике. Это наверняка вы замечаете. Конечно. Вы знаете, до того, как мы начали заниматься, и у нас в Казахстане, до того, как мы начали заниматься на уровне национального центра, диагностика и лечения этого заболевания была очень такая, конечно, скудная даже в Казахстане у нас, и медикаментов мало было, и диагностика страдала, хромала и так далее. Но сейчас это довольно сильно развивается. Врачи-неврологи, которые работают в поликлиниках, в стационарах, они уже, значит, становятся более компетентны в этом плане. И мы, учитывая, что я являюсь председателем общественного движения, значит, общество двигательных расстройств Евразии, это такая, значит, некоммерческая организация, которая проводит обучающие там мероприятия по поводу паркинса среди врачей. Вот. Мы провели несколько образовательных курсов, конференции, значит, поэтому это очень сильно привлекло внимание сейчас неврологов, и они очень много получили информацию уже от нас, и их, соответственно, учатся в других, значит, ресурсах и диагностируют эту болезнь гораздо лучше уже. А скажите, с помощью хирургического вмешательства вылечить эпилепсию возможно? Эпилепсия, да, это одно из таких больших направлений функциональной нейрохирургии, которой мы сейчас активно занимаемся и развиваем у нас в клинике и в Казахстане. Болезнь эпилепсия в большинстве случаев, конечно, лечится консервативным путем, но где-то в 10% случаев, ну, давайте начнем так лучше, из 100% случаев эпилепсии где-то 22-22,5% это пациенты, которым не помогает абсолютно лечение медикаментозное. Представляете, мы называем это фармакорезистентные пациенты, то есть пациенты, которые пьют таблетки, но им как были приступы, так и остаются. Это довольно высокий процент. И среди общего количества около 10%, то есть где-то половина фармакорезистентных случаев, при наличии определенных показаний, возможно хирургическое лечение. То есть это когда бывает? Тогда, когда мы на специальных исследованиях, то есть это длительные электроэнцефалографии, видеомониторинги, определяем фокальный участок развития эпилепсии, например, височной доли. Затем мы проводим высокоразрешающие магниторинансные томограммы и видим изменения в этой височной доле в виде, например, склероза или каких-то образований, или фокальной коркордисплазии. Это те болезни, которые никогда не уйдут с помощью медикаментов, но постоянно будут вызывать эпилепсию. И вот тогда умные люди еще в начале 20 века поняли, что надо удалять эти участки, которые вызывают эпилепсию, и тогда человек может выздороветь. И действительно, опыт практика, мировая практика показывает, что нейрохирургическое лечение, например, височной и темпоральной эпилепсии, это самое частое такое заболевание при склерозе гиппокампа, может достигать 85%. То есть пациенты полностью излечиваются от болезни, от эпилепсии. То, что мы сейчас и добиваемся. Сейчас мы у себя в клинике развили это направление. У нас организована лаборатория про хирургическую диагностику эпилепсии, включая в себя оборудование экспертного класса, такие как энцефалографы, значит, Нихан Коден японские, которые позволяют экспертного класса, это почему? Потому что они позволяют очень точно, качественно описать потенциалы головного мозга и выявлять те эпилептические очаги, о которых я говорил. С помощью специальных дополнительных электродов мы можем выявлять именно такие тяжелые случаи, которые могут лечиться хирургическим путем. С помощью специальных протоколов магнитно-резонанса томографии мы диагностируем эти очаги. И при наличии так называемой анатомической нейрофизиологической корреляции, то есть когда эти данные совпадают, мы можем предложить нашим пациентам нейрохирургическое лечение. И эффект от этого лечения довольно высокий. Как я говорил, достигает 85%. А занимаетесь ли вы в Шашкин клиник лечением хронических заболеваний? Хронических заболеваний, имейте в виду, если... Ну, все наши болезни, которые мы лечим, это все хронические болезни. Одно из направлений, которым мы занимаемся в Шашкин клиник, это также хроническая боль, лечение хронической боли. Хроническая боль – это боль, которая беспокоит пациента больше 3-6 месяцев. То есть не снижается с помощью препаратов и так далее. Или помогают препараты, но пока они действуют, они, значит, снимают боль, а потом человек опять испытывает боль. В таких случаях мы применяем нейрохирургическое лечение тоже. То есть это какие случаи? Это троничная неврология, например, наверное, слышали? Это тяжелое заболевание, когда у пациента болеет лицо, половина лица, и только там определенные таблетки могут помочь, но и то не на короткое время, и люди вынуждены пить большие дозы этих препаратов. На самом деле при правильной диагностике можно выявить определенные проблемы в этом. Это микроваскулярный конфликт, когда нерв сдавливается сосудом. И с помощью нейрохирургии почти 100% случаев можно вылечить эту болезнь полностью. Потому что мы воздействуем на причину болезни и убираем ее. Операция на самом деле такая открытая, это уже наркозом дается, делается, значит, небольшая трепанация, мы делаем маленькие доступы и очень успешно лечим. Также лечится и языкоглоточная неврология, также мы лечим с помощью таких операций такое заболевание, как гемифациальный спазм. Это тоже заболевание, когда у людей начинает подергиваться одна половина лица, это при компрессии лицевого нерва. И тогда хирургия является выбором. Это лучшее лечение, что сейчас может предложить вообще всемирная нейрохирургия, медицина. Мы делаем это на том же уровне, что и за границей, то есть мы используем такие же методики, техники, оборудование такое же и очень деликатная хирургия, которая позволяет избавиться от этой болезни раз и навсегда. Но если такая операция, например, или противопоказана, или не дает возможности прооперировать пациента из-за каких-то соматических заболеваний, например, у лиц пожилого возраста, иногда они говорят, что куча болезней, и мы не можем наркоз дать, тогда мы применяем радиочастотную абляцию троничного нерва. Это значит малоинвазивная операция, вообще амбулаторно делается, когда мы прижигаем просто троничный нерв, и пациент избавляется от боли тоже. Это может быть, конечно, мы не решаем проблему, мы решаем просто обрубая эти связи болевой чувствительности. Но в то же время многие пациенты испытывают прямо на пожизненный, безболевой период, то есть они не чувствуют боли. Но мы лечим и другие, конечно, боли. Мы лечим боли в конечностях, в руках, такие как, например, послетравматические боли, когда там отрывы корешков или травма спинного мозга. Мы проводим специальные операции на спинном мозге, которые, так называемая дресс-хирургия, когда мы убираем те нейроны, которые передают эти болевые сигналы. Также лечится и фантомная боль, например, после ампутации конечности. И мы достигаем очень хороших результатов, потому что решаем эту проблему не просто косметически, а именно на нервной системе, которая непосредственно и вызывает эту болезнь. И также с недавних пор мы начали активно применять и имеем уже довольно хороший опыт для лечения онкологической боли тоже. То есть тяжелая онкологическая боль, которая не лечится с помощью даже наркотических препаратов. Мы проводим малоинвазивное вмешательство, потому что пациенты это, как правило, уже на терминальной стадии болезни, им не сделать большую хирургию. Мы делаем малоинвазивное вмешательство, так называемая перкотанная хордотомия, когда пересекаем спинотоломический тракт в спинном мозге, который передает эти болевые импульсы в головной мозг. И буквально полчаса процедура, но дает колоссальный эффект, боль полностью проходит, и пациенты могут качественно жить оставшееся, сколько им Аллах даст время. Но мы не излечиваем болезнь саму, мы убираем боль. И это называется палеотивная хирургия. Мы помогаем людям жить без боли просто. Вот такая у нас, значит, работа. Также мы работаем для лечения хронической боли. Часто бывает, есть такое заболевание, грыжа диска, наверное, знаете, поясничного отдела. Там мы нередко до 20% случаев после операции боли не проходят, они остаются боли. Так называемый называется fail-back surgery syndrome. Это синдром оперированного позвоночника. В таких случаях мы предлагаем проводить нейростимуляцию спинного мозга. Это тоже одно из направлений нейромодуляции нервной системы, которое позволяет прямо очень хорошо лечить эту боль без каких-то деструктивных, ну, разрушающих операций. Тоже малоинвазивная операция, нет там больших каких-то кровопотерей и так далее. Вот. И методика довольно хорошо себя зарекомендовала. Мы уже больше 10 лет этим занимаемся. Но сейчас мы еще начинаем проводить эту хирургию для лечения последствий травм спинного мозга, такие как спастичность. И, значит, в некоторых случаях даже восстанавливает функции спинного мозга. А в клинике принимают детей? Вы занимаетесь их лечением? Да. В нашей клинике такая вот она... В основном, конечно, мы занимаемся взрослыми, но детьми тоже занимаемся. Детьми мы занимаемся тоже двигательными расстройствами. Во-первых, мы лечим детей с пастическим синдромом в результате детского церебрального пролечия. Это, значит, то состояние, когда дети не могут встать на ноги, ходить не могут, и спастика сжимает их ноги. И порой при тяжелых спастиках даже вывихиваются суставы забедренные, например, они... Или происходят контрактуры в суставах, то есть скованность в суставах, они не двигаются из-за того, что постоянно напряжены. Вот. Для этого имеется специальная, значит, операция, селективная дорзальная резотомия, которая позволяет снять полностью спастику с ног. Вот. Многие лечат ее другими ортопедическими способами, но мое твердое убеждение, что спастику лечить надо только нейрохирургическим путем, потому что она реально помогает. И они на ноги могут встать? После того, как мы оперируем, конечно, ножки у них становятся расслабленные и нужна реабилитация. То есть 50% успеха — это про хорошо, качественно выполненные операции, 50% — это дальнейшая реабилитация после операции. Вот. Поэтому у нас, мы сейчас работаем с моими партнерами, клиника Rehab Team — это детская реабилитационная клиника, которые обучены специально проводить реабилитацию после селективной дорзальной хризотомии. Я сам лечился, учился за границей. Ну, вы понимаете, все вот эти методики, то, что я рассказываю, их у нас просто не было никогда в жизни. Я, можно сказать, первый функциональный нейрохирург, и мне приходилось ездить за рубеж, обучаться и в Турции, и в США, в Канаде, в Европе, в Нидерландах, ну, в многих странах. Вот. И в том числе селективной дорзальной хризотомии. Раньше у нас никогда не делалось это, сейчас мы это проводим очень успешно. Мои маленькие пациенты после операции, селектированной дорзальной хризотомии, после, значит, хорошего курса реабилитации в нашей клинике в Rehab Team, они встают на ноги, начинают ходить. Вот. Все зависит, конечно, от уровня поражения, наличия какого-то осложнения из пластики и так далее. Эта хирургия реально помогает, ее проводят и в Соединенных Штатах Америки эту операцию. В Турции очень часто люди ездят, значит, оперируются. Но уникальность нашей клиники, потому что мы сочетали в одном комплекс, то есть мы диагностику делаем, оперируем и реабилитируем сразу в одном месте. Это очень хорошо, потому что если не реабилитировать, к сожалению, этих детей, то эффекта такого нет от этих операций. Нужна очень активная реабилитация. Причем реабилитация не простая, как обычно ДЦП-шников реабилитируют, а иная. И эта реабилитация как раз у нас есть, у нас наши специалисты владеют этой методикой, и получаем такие результаты. Я думаю, Ваш рассказ сейчас надежду многим подарила, на то, что они могут иметь нормальный уровень жизни, развитие, будущее. Где Вас найти? Где клиника находится? Как Вам попасть? Расскажите. Я работаю в Алмате. Наша клиника располагается в центре города, буквально на базе другой частной клиники, Кероин Медикус, которая находится на проспекте Бухаржирал. Но я уже в течение 22-го года постоянно раз в месяц приезжаю в Бишкек и принимаю в виду прием на базе клиники Веданте. Веданте клиника на Фучика 34. Там я провожу первоначальный осмотр пациентов. Если есть необходимость, то приглашаю к себе на операции. Пациентам удобно, потому что здесь всего лишь 230 километров до Алматы. Мы у себя в Алматы организовываем встречу пациентов, размещаемых в комфортабельных палатах. У нас довольно свежее новое здание клиники, комфортное питание предоставляем. Сервисные услуги у нас на высшем уровне. У нас есть специальный отдел, который занимается, международный отдел, который занимается приемом иностранных пациентов. Также мы делаем определенные программы, которые позволяют потом в дальнейшем наблюдать наших пациентов. Если мы помогли, то дальше продолжать жить с нашими пациентами, вести их дальше. И это позволительно, потому что я все равно приезжаю сюда, в Бишкек, смотрю своих оперированных пациентов, вижу новых пациентов, которые потом, если пациенты становятся, они обратно возвращаются ко мне и постоянно под моим контролем. И если меня нет, то мои коллеги, либо телефонная связь, всегда быстро решаем любые проблемы. Для первичного приема достаточно просто позвонить и записаться? Да, клиника Веданте, записаться на первичный прием к Шашкину. Они там меня прекрасно знают. Предварительно мы оповещаем всегда в своих соцсетях, то есть Веданте на своей страничке в Инстаграме, я на своей страничке, доктор Шашкин. Всегда оповещаю, что я приезжаю в Бишкек. Где-то за неделю, за две мы уже знаем мою дату приезда и в принципе можно записаться. Здорово. Напоминаю, что в нашей студии сегодня был врач-функциональный нейрохирург, кандидат медицинских наук, основатель и главный врач Шашкин клиник, Шашкин Чингис Сакаевич. Ну и я с вами была сегодня, Чемилем Усурелива. Спасибо большое. Надеюсь, если у вас есть какие-то проблемы, названные сегодня врачом Чингисом Сакаевичем, он вам поможет. Надеюсь и верю в это. Успехов вам. Спасибо большое. Спасибо большое. До встречи. Спасибо большое.